Музыка За 20 минут Музыка Опустилась ниже 40 градусов 43, по-моему, было 148 серия Участок Мурманск Магадан С 90 до 60 километров Населенные пункты Отмечены на видео Тетрами и стрелкой Где они находятся Если страссы Не видно Комментария в нет Комфортного просмотра Я вышел из салона автомобиля Сильнейший ветер Баргузин С Майкала Дух Сколько я там Закреплял эту пленку Не могу Сказать Минуты Какие-то минуты За это время Может быть Две Может быть Три минуты Такого Чувства Холода Я не испытывал Никогда Моментально Все заледенело Ну, в смысле Промерз Продуло ветром Вот Ну, минус 43 42 Уж точно не помню Вот Ну, пленку закрепил Сел в салон автомобиля Ни радио Ничего нет Связи Никакой Мобильный Единственное Что было Это фотоаппарат Ну, вот Я им фотографировал Панели приборов Начал фотографировать Когда температура Начала С 17 градусов Не с 14 Как Улан-Удэ А уже Стал обращать внимание Что температура падает Но не это страшное Страшно то, что Заканчивался Заканчивался Бензин Всего Удачи Сколько Оставалось По примерно Четвертой части Эта собака Бензобак Был полный Когда я стартовал Сколько Был в пути Трудно сказать То Часа полтора-два Никто меня не отгонял Я никого не обогнал Не было Не было встречного Немного Согревшись В салоне Автомобиля Температура Стала Немного Повышаться А с 60 Поднялась До 75 Наверное Выключил Печь Отопление Чтоб не расходовать Лишь Бензин Я выключил Освещение Достаточно было Габаритных огней Дорогу было видно На что обратил внимание Когда Закрывал решетку Радиаторную Это звезды Такие они казались Громадными Огромными Такие звезды Я никогда не видел Еще Одна Еще Один Один Помечательный Момент Дело было Зимой Вот был Снег Белый Вроде бы Снег Вот Но Выключаешь Фары И Не видишь Линии Горизонта Снег Становится Черным Небо Черное И Нету Границы Разделяющей Два Таких Как Субъекта Что-ли Небо И землю Все Все чаще И чаще Посматриваю На Панель Приборов Топлива Все меньше И меньше Уже Временами Стала Лампочка Аварийного Остатка Топлива Вот Здесь Я Скажу Здорово Напугался Потому Потому Что Остаться На Трассе В таких Условиях Это Равносильно Самоубийство Уже Стал Думать Чем Написать Записку Если Что Ну Сожгу Если Получится Машина Буду Согреваться Насколько Ее Хватит Покрышки Сожгу А дальше Что Заметет Снегом А Мне Кстати Ветер Сильный Бардузин Слева Направо От Байкала Будет Ну Найдут Может быть По весне Может быть Как-то Потеплеет Прокочурившееся Труб Что Еще Обратило Немание Вот Бардузин Он Как Имдикулярно Дороги Долг По Асфальту Асфальту Кстати Был Черный Без снега Там Не оставалось Сдувало Остаток Снега И Снег Бардузин Сбывал Какими-то Рыжими Листьями Хвостами Вот так Извилисто Извилистые Листья Хвосты Пересекали Дорогу Вот Такая Сказочная Как бы Темагика С правой Сороны Был Невысокий Кустарник За Обочиной Там Столько Стал Обращать Внимание На то Что Эти Кусты Причудливые Занесенные Ну Снегом Невали Какой-то Волшебный Характер По форму Зайца По форму Медведя Ну Какого-то Другого Скажечного Животного Интересно И в то же время Какой-то Внутренний Жуткий Наплывал Страх Вот на самом деле Жутко Было Проклял На чем Свет Стоит То Что Поехал Не по Федеральной А по Дороге Местного Значения Ну С учетом Того Что Был Короче По-моему Километр На сто Что-ли Или На двести Думал Сэкономить И вот В таком Состоянии Физического И Душевного Дискомфорта Бегался Какое-то Время И уже Лампочка Горит Это Постоянно На Гринвическом Оставке Топлива Ну там Может быть Оставалось бы Километров Еще Ну На Двадцать Может быть На Тридцать Вот Жутко И вдруг Дорога Делает Крутой Поворот Правый Поворот Это На Девяносто Градус Поворачиваю Проезжаю Метров Двести Может быть Пятьсот И Глазам Своим Не верю Стоит Дочка Вот Заправочная Станция Такая Кустарная Что ли Вот Рядом Будка И Девушка Сидит Там Я Не поверил Своим Глазам Подошел Спрашиваю Минзин Есть Да Есть Вот Это Наверное Был Один Из Самых Радостных Моментов В Ей Жизни Тут же Залил Полный Бак Пока Заливал И сколько Там Залил Бак Три Три Четыре Минуты Держал Пистолет Заправочный Бак Три Держав И Три 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 Для Три Не Три Три и тоже тронулся. Настроение сразу поднялось, и отопление включил в салоне. Уже начинает светать. Деревья, вот как сейчас помню, они были сначала с правой стороны, потом с левой стороны. Ну, дорога подняла, веляла. Красного цвета. Еду и вдруг чувствую запах дуна в салоне. Остановился, проверил. Ничего нет. Вроде бы все, двигатель работает нормально, устойчиво. В салоне я не пользовался как в этом огнем. Вообще. И вдруг обратил внимание. Во-первых, запах дыба был, ну, когда вот дрова топит. Запах дров. я обратил внимание, что дерево, которое было метрах десять не может быть от меня, из-под него строилась тонкая стройка дыма. Тут я сообразил, что это подземные пожары. горит торфянник на большой глубине. вспомнил, вспомнил, раньше на тушение пожаров отправляли воинские подразделения это БТР, другая техника. И эти БТРы проваливались вот своей тяжестью. Даже страшно представить вот в этот огненный ад, что если кто не успел выскочить из БТРа, то участь была крайне печальной. представить какая-то температура, если на улице за минус сорок, а пожар полажает подземные бушеваки. Потом уже мне сказали, что эти подземные пожары торфянники. Они горят годами, пока они выгорят. Вот они зимой от них дым. Я взял тут аппарат, сделал несколько снимков. Стройка дыма, которая из-под дерева поднималась. Не знаю, дерево было живое или уже погибшее. Сейчас не помню. сделал несколько снимков и уехал. Уже вернувшись после выполнения рейса в Москву, решил эти фотографии посмотреть. Кстати, пока заправлял бензин, держал пистолет этот в руках, два передних пальца, вот эти подушечки пальцев отморозил. Они были белого цвета, потом кожа слазила до мяса. Вот, стал эти фотографии рассматривать. Фотография была сделана, по-моему, что где? на некоторых фотографиях две фотографии были изумительные. Чистенькие, без единой какой-то помехи на пленке, на кадре. А на семи фотографиях какие-то неконятные точки. Интересно стало, стал эти точки увеличивать. Максимально увеличил, смотрю, и как будто у меня какие-то галлюцинации, что ли, либо воображение стало работать. Вот, в этих точках я стал различать лица людей. то профи, то амфас. Я подумал галлюцинации, позвал соседей, Лену и Олега. Так и так, вдруг, посмотрите, фотографии с него, буряки, зима. и когда увеличил эти фотографии, вдруг они мне стали говорить, о, смотри, похоже на человеческое лицо. вот девушка, а вот старик, а вот мужик какой-то на этом, я сейчас стал от обратного разубеждать, да, чудо, почему-то не все какие лица. Они меня стали убеждать в том, в чем я был сам уверен. Это просто невероятно. затем я стал рассматривать на карте вот то место, где я вот остановился. Этот регион оказался святое место для тех, кто исповедует буддизм. Кажется, буддизм. Вот. И этот район маршрут проходил через этот район. Вот. там у людей верующих захоронения гунны, по-моему, там это племя, там линородность гуннов. Там есть их места погребения родственников умерших. Вот в этом районе, в этом квадрате. вот что это такое мистика это, случайное совпадение, или может это имеет реальную основу какую-то. Но такой факт в моей жизни был. с тех пор я закаялся, особенно в зимнее время, ездить по дорогам, по другим дорогам, как трассы федерального, регионального значения. Вот. А этот я просто выбрал путь, ну, провожу навигатор, экологический маршрут. была такая функция. И он меня потащил вот через все эти дела. Когда проезжал, я видел там наподобие ручьев таких, каналов, рекой назвать невозможно. Ну, это мостки сделаны. Но мостки до такой степени хлипкие, что по ним можешь пройти и провалиться. Очень ненадежные, ну, по крайней мере, с первого взгляда. Прошло какое-то время, я снова проезжал через Бурятию, но уже по федеральной трассе, останавливался на кафе, то есть там были местные жители, я пытался узнать, где же эта дорога, какая тут дорога, все говорили в один голос, другой дороги нет. и только один, уже такой в годах, наверное, дедушка был, провестник для меня, ну, тогда еще был, такой, пожалуй, человек, крепко пожилой, он мне говорит, есть еще одна дорога, там, говорит, по ней никто не ездит, там проехать нельзя, невозможно. и вот меня, говорю, как холодным подом вдало, думаю, елки-палки, ведь я проехал по этой дороге благодаря, наверное, каким-то силам, которые вот уберегли и с заправкой, потому что заправка, и то, что, видать, такой мороз был сильный, что дорога промерзла, и там не было этих топий, каких-то непроходимых мест. Печально, очень печально то, что тогда не было видеорегистраторов, снимал только на автоаппарат. вот такой был случай. Кстати, вернувшись домой, рассмотрев фотографии, вдруг по телевизору показывают одного американца или канадца, не знаю кто, который на велосипеде собирался пересечь Байкал. Разница была, может быть, недели, может быть, дней 20 после моего случая. Я смотрю на него вот так вот на телевизор, думаю, сумасшедший. Настоящий сумасшедший, не зная вот таких особенностей климатических, ехать через Байкал на велосипеде. Посмотрел на него вот и назвал его мысленно сумасшедшим. Проходит несколько дней, и вдруг продолжение этого репортажа показывают этого же американца, но он лежит в палате, в больнице, весь перевязанный руки-ноги переботан там бинтами, не знаю чем, лежит на больничной койке. В этот момент у него берут интервью. Тот, кто первый раз у него брал интервью, второй раз берет у него интервью. Что, как? Спрашивает. А он стартовал в Иркутске. он еще от Иркутска не доехал до Байкала. Я не знаю, он, наверное, до Листьянки хотел доехать, через Листьянку. Еще не доехал до Байкала, его подобрали дальнобойщики. Подобрали на дороге в полусознательном состоянии. то есть, он обморозил руки, ноги, все, что можно было отморозить, он отморозил. Корреспондент говорит, ну, ты, верно, выздоровеешь, продолжишь, наверное, маршрут, закончишь его. Нужно было видеть ужас на лице этого иностранца. Замахал руками, но, 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 нет, нет. Вот человек на себе испытал, что такое сибирская холода, сибирские аналозы. я уже не буду проводить аналогии с полководцами, французским полководцами, немецким, которые даже реально представить себе не могли, что это такое сибирские морозы. нефтекамск, 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 компания. до 4 примерно километров сколько? Меньше, наверное, 200. Сейчас будет указатель. Надо посмотреть. Навигатор показывает 172 километров 170. и время показывает в пути еще примерно 2 часа. Средний расход бензина 5,3 на 100 километров пройден 371 средняя скорость 62 и время в пути от заправки 5 числов 52 минуты. в пути исл 42 всего 1 2 июль раней 4 1 2 2 2 3 2 1 1 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Однажды на трассе Амур на повороте на Морочев... Но это город небольшой... Видел... Стоит... Продолжение следует... Когда ему привезут запчасть... Показывает мне на бардачок... Посмотрю... Там лежит леса... Ее или сбили... Ну, уже... Промерзшая... Жене говорит на воротник... Смеется... Хотел бы я посмотреть... Продолжение следует... Американцы... Или немцы... Или французы... Чтобы в такой мороз... Ковыряться в двигателе... Или... Или редуктор полетел... Или... Не знаю... Или распредвал... Валерный, может быть... Интернет. Мегафон показывает 100% уровень сигнала. На горку поднялись. Интернет 3G. Интернет 3G даже не смотрел. Хотя почему нет? Связи нет. Интернет 2G нет. Связи нет. Связи нет. Связи будет. Зачаты показывают 169, 163. Порядок понятный, да? Продолжение следует... Ну, а что у меня с чаем получилось? Хороший чай. Так что совсем я забыл про свои долгоиграющие. Так, зелёный свет горит, светофал впереди, спешить не обиден, а общей колонной. Когда менял карты памяти, заодно проверил давление 1 или 2,15. Спасибо за внимание. стакан термос плотно закрывается, есть кнопка которая держит тепло, блокирует температура на улице 20 с половиной градусов поднимает лябий и и и и и и и и и Ага, тут скопился хвостик. О, грузовичок, какого-либо, на карьер, наверное, или на капремонт. Субтитры сделал DimaTorzok Диско прижиматься к фуре нельзя. Диско поднимает мелкие камни. Мягкие. Мягкий асфальт. Коровки скопились. Че себе хвостик? Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может слышит, а может нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Абдултуйский бар поселок. Абдултуйский бар поселок. Абдултуйский бар поселок. Абдултуйский бар поселок. Абдултуйский бар поселок.